Привет, я Эбби из Эртингс. Праздники медленно приближаются, и некоторые из вас будут покупать новый телевизор для себя, для своей семьи или для своих питомцев, кто знает. Независимо от причины, мы готовы помочь. За последние 10 лет у нас было более 455 телевизоров, поэтому мы знаем, как это сделать. При выборе мы учитываем несколько факторов, такие как цена и доступность. Мы не просто рекомендуем лучший телевизор, вне зависимости от цены. Мы склонны рекомендовать лучшее предложение в каждой ценовой категории или лучшее в целом для большинства людей. Вы можете посмотреть наше предыдущее видео со сравнением G4 и S90D, чтобы понять, что мы имеем в виду, но энтузиасты с бездонными кошельками могут купить практически самый дорогой телевизор из доступных, и в итоге это будет фантастический выбор. Помните, что идеального телевизора для всех не существует. Наилучшая модель варьируется в каждом конкретном случае в зависимости от условий просмотра и различных сценариев использования. И вы можете найти актуальные цены для каждого телевизора, упомянутого в этом видео, воспользовавшись ссылками в описании. Хорошо, приступим. Лучшим телевизором для большинства является OLED Samsung S90D. Если вы следили за нами на протяжении многих лет, вы, вероятно, не удивлены. Samsung S90C, предшественник этого телевизора, был нашим лучшим телевизором в прошлом году. Это просто фантастическая линейка продуктов от Samsung, в которой есть все важные моменты. Он красочный, яркий и обладает фантастической контрастностью. Особенно впечатляет его яркость. Она почти такая же, как и у других высококлассных OLED-ов, таких как LG G4, Samsung S95D или Sony A95L, за долю их стоимости. И что можно сказать о его QD-LED панели, чего еще не было сказано? Она невероятно красочная и отлично отображает любой контент. Это не значит, что S90D идеален, это далеко не так. Возьмем, к примеру, яркость SDR. Он заметно тусклее, чем более дорогие OLED-ы. Это может повлиять на впечатление от просмотра в помещениях с сильным светом от ламп или окон. Он все же достаточно яркий для приятного просмотра, но вы можете подумать, боже, как бы я хотел, чтобы мой телевизор был ярче в SDR. Плюс Samsung по-прежнему отказывается принимать формат HDR Dolby Vision, придерживаясь HDR10+. Ну и насколько это важно? Это раздражает, но не является большой проблемой, так как S90D достаточно яркий, чтобы отображать большинство контента, сделанного на 600 или 1000 нит. S90D просто ярче и насыщеннее, чем любой другой телевизор в этом ценовом диапазоне. Даже если эти телевизоры поддерживают Dolby Vision. Да, и S90D не поддерживает аудиоформата DTS, что очень неприятно для тех, кто любит смотреть фильмы с дисков, не имея специального ресивера. И, наконец, хотя обработка изображения в целом хороша, она не является фантастической. Конечно, она не сравнится с тем, что в своих телевизорах может сделать Sony. В остальном, он молодцом. Он также отлично подходит для геймеров, благодаря четырем портам HDMI 2.1 с поддержкой 4К при 144 Гц. Имейте в виду, что в зависимости от размера модели, S90D предлагается с QD-OLED и W-OLED панелями. Только модели с диагональю 55, 65 и 77 дюймов оснащены QD-OLED панелью, поэтому для наилучшего качества изображения выбирайте их. Для экспертов в области домашних кинотеатров, лучшим телевизором является OLED Sony A95L. Да, тот самый A95L, который также был в прошлогоднем списке лучших телевизоров. В этом году Sony решил оставить A95L в качестве своей топовой OLED-модели, поскольку флагманом 2024 года является QLED Sony Bravia 9, о котором мы расскажем позже. A95L по-прежнему остается выдающимся продуктом и очень похож на S90D. Они примерно одинаково яркие в HDR и одинаково красочные. Но A95L имеет преимущество там, где это наиболее важно. Он более точен в HDR и SDR, и, что самое важное, у него лучшая обработка изображения, и он поддерживает Dolby Vision. Ваши уши энтузиасты только что навострились, а? При этом он проигрывает S90D по другим параметрам. Он значительно хуже для гейминга, поскольку в игровом режиме он теряет большую часть яркости. И у него всего два порта HDMI 2.1, поддерживающих 4К при 120 Гц. Плюс у него чуть выше input lag, но если вы покупаете телевизор чисто для домашнего кинотеатра, то это лучший продукт на рынке. Только не забудьте положить в кошелек пачку 100-долларовых купюр, потому что этот телевизор не из дешевых. Знаете, кто еще не дешевый? Лучший телевизор для светлых комнат, QLED Sony Bravia 9. Именно так, вслед за флагманом 2023 года мы ставим флагман 24, но на этот раз это QLED, а не OLED. И что это за QLED? Это наш лучший ЖК-телевизор. За всю историю. Он очень яркий и намного ярче, чем два OLED, о которых мы только что упомянули, что делают у него такое изображение, о котором они могут только мечтать, особенно при просмотре в светлой комнате и особенно с SDR-контентом. Это как мини-солнце в вашей гостиной, но оно, к сожалению, не даст вам загар. По крайней мере, пока. Однако, он не просто яркий. Его контрастность поистине фантастична. Он и близко не сравнится с OLED, поскольку OLED все же выглядит заметно лучше в сложных HDR-сценах с большим количеством бликов и переплетением темных теней. Но для ЖК-телевизора грех жаловаться. В нем также есть все привычные для Sony технологии, Dolby Vision, DTS и фантастическая обработка изображения, наряду с более худшими игровыми характеристиками по сравнению с другими продуктами от Samsung и LG. Его углы обзора также не так хороши, как у двух OLED-ов, чего и следовало ожидать от ЖК, но они гораздо лучше, чем у многих других ЖК-шек. Тем не менее, если вы твердо намерены, чтобы ваш друг сидел под углом 70 градусов к телевизору, возможно, это не самый лучший выбор. Но если вы ищете яркий телевизор, который может сделать все, что угодно, то это именно он. Он очень дорогой, но немного дешевле, чем A95L, поэтому может служить резервным вариантом для пуристов домашнего кинотеатра. Хорошая штука. Окей. Эти лучшие варианты, безусловно, стоят очень дорого. Но они являются лучшими для своего ценового диапазона. Если вы хотите потратить намного меньше, LG поможет вам, ведь у них есть OLED-ы в любой ценовой категории. В частности, LG B4. Это фантастический телевизор, и благодаря чуть лучшей обработке изображения, он даже более точен, чем Samsung S90D. Кроме того, он такой же яркий в SDR. Нам нравится, когда вы получаете больше за меньшие деньги, но, к сожалению, в других отношениях вы с B4 также получаете меньше за меньшие деньги. Во-первых, он заметно тусклее в HDR, чем S90D. И хотя он такой же яркий в SDR, его обработка отражений немного хуже, чем у Samsung. Так что, чтобы получить наилучшее впечатление, приглушите свет, когда используете B4. B4 это красочный телевизор, но он и близко не такой красочный, как S90D, и ему сложно отображать яркие насыщенные цвета из-за более низкой пиковой HDR яркости. И, наконец, углы обзора отличные, но более узкие, чем привычные для OLED-ов. Для геймеров это фантастический выбор, потому что он обладает привычными для OLED-а характеристиками, мгновенным временем отклика и низким input-лагом. К сожалению, этот телевизор может только 4К при 120 Гц, через четыре порта HDMI 2.1, что является шагом вниз по сравнению с S90D и LG C4, у которых 4К при 144 Гц. Но, по крайней мере, в отличие от Samsung, B4 поддерживает Dolby Vision и аудио форматы DTS. В конечном итоге, если вы хотите сэкономить, LG B4 это отличный выбор. А что это? Вы хотите сэкономить еще больше или не хотите OLED? Есть вариант. Встречайте Hisense UCMN, лучший телевизор среднего класса 2024 года. Мы просто обожаем этот телевизор. Он дешевле, чем LG B4, но при этом обеспечивает действительно отличную эффективность вне зависимости от условий просмотра. Привлекли ваше внимание, да? Это действительно один из лучших телевизоров по соотношению цена-качество. Во-первых, он обладает отличной контрастностью и довольно хорошей функцией локального затемнения без слишком сильного блуминга или слишком заметных переходов в зону освещения. Да, мы знаем, что его контрастность не сравнится с B4, но для ЖК-телевизора в этой ценовой категории она впечатляет. Кроме того, он очень яркий в HDR и SDR и выглядит действительно впечатляюще даже в хорошо освещенных помещениях, особенно благодаря отличной обработке отражений. Он даже имеет хорошую обработку изображения, хотя есть заметный бандинг в некоторых цветах, особенно в темно-серых и зеленых, но за такую цену грех жаловаться. Он, конечно, не идеален, хотя точность HDR у него фантастическая, а точность SDR из коробки вполне сносная. Если вы заботитесь о точности изображения SDR, то, скорее всего, захотите его откалибровать. Кроме того, у него, как для ЖК, ужасные углы обзора, что означает, что в этом он не очень. Как и многие ЖК-шки, этот телевизор не стоит покупать, если вы хотите устраивать большие вечеринки, так как ваши гости будут видеть искаженное изображение. Но, по крайней мере, телевизор поддерживает Dolby Vision, HDR10 и аудио форматы DTS, а если вы любите лигр, то сможете получить поддержку 4К при 144 Гц на его двух портах HDMI. Поддержка 144 Гц для телевизора в такой ценовой категории – это потрясающе. У него очень быстрое время отклика и очень низкий импут лаг. В целом, U7N – это очень выгодное предложение, и, вероятно, лучший телевизор для тех, кто хочет получить хороший полнофункциональный аппарат, но не хочет платить за него кучу денег. Итак, теперь мы переходим к бюджетным вариантам. И здесь есть несколько очень приятных вариантов. К тому же, у вас останется достаточно денег, чтобы хорошенько попутить, если вы не хотите проводить время перед телевизором, что всегда приветствуется. Лучшим бюджетным телевизором является Hisense U6N. Как бы и не был хорош этот телевизор, здесь мы начинаем терять в характеристиках. Хотя это не важно, если вы не геймер. Если же вы геймер, то вы потеряете в этом телевизоре поддержку 120 Гц, так как он ограничен 4К при 60 Гц на всех своих портах. Да, это плохо, но в конце концов вы платите меньше. Кроме того, этот телевизор демонстрирует отличные результаты, его контрастность почти так же хороша, как у U7N, а функция локального затемнения тоже почти такая же, но U7N имеет небольшое преимущество в переходе в зону освещения, и на этом хорошие новости заканчиваются. В остальном, U6N заметно уступает U7N. Его HDR-яркость достаточно хороша для того, чтобы яркие блики выделялись в темной комнате, но она вас не поразит. К счастью, у него отличная SDR-яркость и достойная обработка отражений, так что он достаточно хорош для светлых помещений и SDR. Телевизор имеет широкую цветовую палитру, хотя низкая пиковая HDR-яркость ограничивает его возможности при отображении правильных цветов в HDR. Он также не очень точен из коробки в SDR, даже менее точен, чем U7N, и в этой ценовой категории мы не советуем его калибровать, поскольку хороший калибровщик, скорее всего, обойдется вам в половину стоимости этого телевизора. Так что если вам важна точность цветопередачи, возможно, стоит приобрести продукт более высокого класса. Если не важна, то этот телевизор будет смотреться просто великолепно. Его углы обзора не очень, поэтому не стоит смотреть его под углом, и, к сожалению, он не убирает артефакты сжатия при просмотре низкокачественного контента. При такой цене ни один из этих недостатков не является решающим. Это потрясающий продукт, и один только контраст для его цены является удивительным. Это лучший выбор для тех, кто хочет получить хорошо показывающий телевизор, но не заботится о дополнительных функциях обработки изображения или точности цветопередачи. Закончим на высокой ноте. U6n поддерживает Dolby Vision, HDR10+, и передовые аудиоформаты DTS. Пожалуйста. Ну, вот и все о лучших телевизорах, которые можно купить в 2024 году. Это не исчерпывающий список. Есть много отличных телевизоров, которые мы и не упомянули. Например, потрясающий LG G4, матовый Samsung S95D и начальная линейка TCL. Сорян, фанаты TCL. Также следите за возвращением в Северную Америку Панасоника. Кто знает, возможно, нам придется пересмотреть этот список после того, как мы его получим. Вы также можете посетить наш сайт, чтобы получить другие рекомендации, например, лучшие игровые или лучшие HDR-телевизоры. Так, какой же телевизор подходит именно вам? Вы согласны или не согласны с некоторыми из наших вариантов? Сообщите нам об этом в комментариях и не забудьте нажать кнопку подписки. До следующей встречи. Я Эбби из Ertings, где мы помогаем вам найти лучший продукт для ваших нужд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!